Всем привет, дорогие друзья! С вами Катархонт и мы начинаем цикл видео с рассмотрением стран и их флага в зависимости от правящей партии. В этом видео мы рассмотрим начало несколько стран из-за великих, которые нам представляют в самом начале. В стандарте у нас Франция, управляется радикальной партией демократом и у власти Эдуард Дуладиер стоит. Франция, стандартный ее флаг и напись просто Франция. Но также вы можете перевести ее достаточно легко во французскую коммунистическую партию и движение франксистов. Нейтралитет, к сожалению, это сделать сложно, но я тоже покажу, как будет Франция называться, если она будет в нейтралитете. Что ж, смотрим. Если власть во Франции сменится на коммунизм, то у нас сменится правитель на Мауроса и на флаге появится звезда пятиконечная и назваться будет французская коммуна у нас страна. Коммунистов достаточно легко привести к власти и вы сможете достаточно удобненько засоюзничать, попроситься в Альянск к Советскому Союзу, если чуть прокачаете отношения. Если сменить партию на движение французских, то есть на фашизм, то у нас станет Филипп Питаин и Франция у нас станет вишистской Франции со сменой также флага. То есть националистическая у нас будет сами Франция. Если Франция у нас окажется как-то в нейтралитете, то у нас Франция Бурбонов будет в нейтралитете и видите, кто нами правит. Да, достаточно старый флаг и у нас вот такая вот Франция. Сложно будет сделать, конечно же, нейтралитет в правлении, но если вы найдете способ, то можете за нестандартную Францию сыграть. Следующая страна у нас это Соединенные Штаты Америки. В стандартах управляет Демократическая партия, которая имеет очень огромную популярность. И другие партии добить достаточно сложно, но все-таки возможно. Демократическая партия называется по-стандартному Соединенные Штаты Америки со стандартным и всем привычным флагом. Сделав штаты коммунистическими, мы будем называться Коммунистические Штаты Америки, КЭШ-А. Но не путайте с другим КЭШ-А. И у нас у власти Эрл Броудерс будет и флаг, как видите, изменяется. Тоже тут молот есть, тоже вроде подобия серпа и звезды вокруг всего этого. Достаточно интересный и красивый флаг. А вот если мы перейдем в нейтралитет, то мы тоже будем называться КЭШ-А, но уже Конфердеративные Штаты Америки. Вот он стандартный флаг с короной у нас сверху в левом углу. И правит нам Марк Фелпс, который еще нам дает военный магнат. То есть скорость строительства военных заводов и скорость строительства верфей в бонус. Сложно получить нейтралитет, но если вы хотите сыграть за Конфердеративные Штаты Америки, то вот ваш выбор. Вы это можете сделать не победой четвертым. Переходим к Великобритании, или как правильно назвать, это Соединенное Королевство у нас. И правит их консервативная партия, имеющая 97% популярности. То есть очень-очень много. Видите кто правитель и видите флаг. Что ж, рассмотрим теперь другие партии. Если мы перейдем в коммунизм, то наш флаг сменится вот на такой вот опять джеки серп и молот посередине флага. И будем мы называться с вами Британский Союз. И у нас правитель тоже сменится, у него никаких модификаторов нет. Если мы перейдем в нейтралитет, то мы будем уже называться просто Великобритания. Так как лично мне привычнее ее называть. Флаг у нас останется таким же, как и при консервативной партии. Но нашим правителем станет капитан индустрии, который будет давать бонусы к стоимости строительства фабрик, инфраструктур и нефтеперерабатывающих заводов. Достаточно интересный вариант для нейтралитетской Великобритании и с таким достаточно неплохим правителем за бесплатно. Если вам удастся это сделать, то будет интересная партия. Финальная страна для этого видео это у нас Третий Рейх. Вначале он у нас управляется НЦАП фашистской идеологией и правит Адольф Гитлер, который при ростополитической власти делает плюс 50%. Если Третий Рейх у нас станет коммунистической, то есть коммунизм получит власть, то у нас Вильям Писк встанет в управление марионеткой Сталином, он будет считаться и сосланным. И у нас называться будет Социалистическая Республика Германия. Достаточно длинное название, которое все равно вмещается, хотя и мелким-мелким шрифтом. Если к власти придет социал-демократы, то Конрад станет у власти, которая не дает никаких бонусов. И называться мы будем Республика Германия. А если встанет у власти партия нейтралитета, то у нас Херман будет править тоже без всяких плюшек. Но называться мы будем просто Германия. И у нас будет вот такой вот трехцветный флаг. Достаточно интересный вариант для Германии. Спокойно и мирно захватить весь мир. Надеюсь, вам было интересно это видео. И я буду продолжать такую серию, рассматривать те варианты странно, их название и флага в зависимости от партии. Если это так, то не забудьте поставить лайк под видео и подписаться, если вы еще этого не сделали. Ну, всем до скорых встреч и ждите следующую серию выпусков. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok